Всем привет! Сегодня у нас будет видео немножко необычное. Это продолжение истории, которое было раньше. Автор написала продолжение. Сейчас я его зачитаю. Она просит ваших советов обязательно в комментариях. Мне очень понравился фидбэк, который от вас в первой части был. Так что продолжаем. Здравствуйте, Галя! Если вы помните, некоторое время назад я вам писала про отношения с турецким мужчиной, который живет в Америке. Я послушала ваше видео, ответ на мое первое письмо. Спасибо вам большое за это. Я сделала выводы про себя, про отношения в итоге, в целом, вообще в жизни. Но, к сожалению, история дальше обернулась для меня неожиданностью. Я бы хотела рассказать про продолжение истории. Может быть, это будет полезно кому-то. Кто-то из ваших подписчиков сделает выводы, возьмет из этого какие-то уроки. Пусть мой пример послужит образцом для кого-то. Я вам пишу эту историю уже 30 апреля. На этот день нашим отношениям 4 месяца. Мы начали встречаться в конце января и начале февраля. Вчера я решила с ним все-таки расстаться. Я целый день об этом думала, как мне это сделать. Ну, просто заблокировать молча или написать какое-то текстовое сообщение. Но в итоге я решилась и написала сообщение. Лично сделать бы этого я не смогла. Да, признаю, я трус. Как сложилась вообще такая ситуация? Я бы хотела рассказать с самого начала. Первый месяц отношений мы встречались два раза в Старбаксе. Все это время он мне писал через день хотя бы одно парочку сообщений. На день Святого Валентина прислал сообщение с цветочком. В итоге потом мы сходили в кафе какое-то тоже недорогое. Ну, не то, чтобы меня это как-то волновало. Ну, просто я отметила для себя тогда его некие вложения и внимание в свой адрес. Четвертый раз после похода в кинотеатр у нас вспыхнула страсть. Выброс эмоций. Он предложил снять комнату в отеле. Честно скажу, мне было стыдно идти в отель, и я предложила к нему поехать. Он сказал, что у него есть дочка, и со школы она может прийти в любую минуту. В итоге мы поехали ко мне. Днем я дома одна. Да, у нас был с ним интим. Это все было в течение дня, так как я работаю из дома, а вечером я занята ребенком. Первое наше любовное свидание закончилось быстро, так как всем нужно было продолжить работать, свой будничный день и так далее. Потом в течение недели была вообще просто тишина. Ни пожелания доброго утра, ни доброго вечера. Вообще даже не спрашиваю, как мои дела. Честно скажу, конечно же, меня это немножко насторожило. И когда мы встретились в первый раз, он мне тогда говорил, что очень занят постоянно, и даже в выходные он занят. Да еще вообще-то у него и дочка-подросток с ним живет. Но при этом рассказывал, как он ездил в выходные с друзьями куда-то на какую-то встречу. Был на выставке. А потом еще как-то была тема, что в выходные встречался со своим братом. Но говорит, если нужна помощь, если что, пиши, я, конечно же, всегда приеду. Типа, я занят, но если что, прибегу, окей. Ну и тогда подумала, ладно. И через неделю от него пришло сообщение. Я по тебе скучаю, давай сегодня встретимся у тебя. У меня есть парочка свободных часов в 12.00 дня. Я была в шоке, я торопела. Я сказала, что могу только через пару дней. И встретились, я думала, он предложит сходить в кафе, погулять как-то там, не знаю, на выходных. Но просто капслоком, ничего. Быстрый страстный секс, кекс, попили чаем и все. В процессе чаепития я пыталась намекать, что ну хорошо бы сходить куда-нибудь на выходных. Например, не знаю, на велосипедах покататься. Он сказал мне, да-да-да, конечно, обязательно сходим, на велосипедах покатаемся. Это классная идея. Точно дословно не помню, как он сказал. Но смысл был, что пока он может только так. То есть заезжать. То есть типа ты прийти на часок, кекс, чуть-чуть поговорить и все. Выпил быстро чаю и ушел. И опять тишина на неделю. А через неделю опять сообщение у него было. Я по тебе скучаю. У меня тут в этот момент, когда я получила второй раз такое сообщение через неделю, у меня просто прошиб холодный пот. Где-то давно на ТикТоке я слышала как бы шуточные переводы с мужского языка на женский. И фраза «Я по тебе скучаю» практически означает «Мне нужен секс». И тут я поняла, что это, походу, не шутка, а очень даже похоже на правду. Мне так стало горько и обидно. Я начала думать, где я совершила ошибку. И вообще, в чем была моя ошибка, моя вина? Вопросительный знак. Как вы думаете? Но с тех пор я начала избегать контакта с ним. Я ссылалась на занятость. Долго вообще думала, взвешивала, пыталась понять, что за четыре месяца этих произошло. Какие у нас были отношения. И они по факту-то никуда и не сдвинулись за четыре месяца. Все точно так же, как было тогда, в начале. Возможно, я слишком резко, быстро сделала для себя выводы. Но в итоге я решила, что четыре месяца для меня это, ну, такой достаточно приличный срок. Я потеряла время на такие недоотношения. Ну и, в общем, в итоге я сегодня ему написала короткое сообщение, где сообщила, что меня такие встречи и отношения не устраивают. Это не то, что бы я хотела видеть в своей жизни. Извините за столь длинное письмо. Хотелось обрисовать картину более понятно. Очень бы хотелось отклика на свое письмо от вас или ваших подписчиков. Заранее спасибо. Я такой вот отклик дам. Знаете, я всегда хочу сказать, что опыт важен опыт. Неважно, хороший он, приятный, неприятный, травматичный. Важен опыт. А еще важнее, какой вывод мы понесем из нашего опыта в будущее. Любая ситуация, что с вами происходит, хорошее или плохое, это опыт. Да, тяжело где-то, больно, но мы его проживаем, становимся мудрее, умнее. Мудрее и главные выводы. Вот смотрите, я хочу, чтобы вы, автор письма, подумали, какой я вывод для себя сделаю. Это не работа над ошибками. Это не говорит о том, что я должна себя ругать. Вы ищите вину. А у вас такая психология, вам надо себя повинить. Вами манипулировали когда-то чувством вины. Поэтому, если вы свою вину найдете, вам как-то полегче, спокойнее становится. Вы скидываете груз. Нет. А это не про здоровую самооценку или счастливого человека. У нас был здоровый, как там, I'm OK курс был когда-то. В Инстаграме. Кстати, подумаю сейчас в Телеграме записать новые лектории про что-нибудь, про, наверное, негативные установки, саморазвитие, про вот эту историю, про преграды, которые нас останавливают от саморазвития. Как вам тема? Напишите в комментариях, где мы, думаю, нужна. Короче говоря, я к чему? Что не надо себя ни в коем случае винить, ругать. Да, опыт. Я не знала этого человека. Я имела право попробовать. Я когда попробовала, я хочу за это похвалить. Вы молодцы, что вы остановились вовремя. И не стали это дальше затягивать, притягивать как-то за уши куда-то, себя в чем-то обманывать. Ну, было и было. Сделала выводы. Выводы, которые надо сделать. Первое. Когда и почему, по какой причине я пропустила красные флажки внимания и осторожность. Были ли они? Или я их не увидела? Или я не хотела их замечать? Когда вы это установите, покопайтесь поглубже. Почему я их проигнорировала? Или почему я не хотела их видеть? Почему я не насторожилась? Почему мне это не сработало? Я скажу, либо страх, либо какое-то желание за этим присутствовало. То есть, мое желание отношений или внимания любви сильнее, чем какие-то тревожные моменты, где надо было попереживать, его как-то взять на карандаш, поприсматриваться к нему. Почему я это, например, 4 месяца терпела, тянула, что я давала ему шанс какой-то, я не знаю. Обратите внимание, что вас эмоционально задело. То есть, по сути, вашу систему безопасности встревожил флажок, когда мной пользуются. Когда от меня только берут. Ничего мне в обмен не отдают. Это да, про нездоровые отношения, когда игра в одни ворота. По сути, ничего страшного трагедии не произошло, вы никак, назовем так, не накосячили. Вы попробовали отношения, увидели, вас не затянуло. Проблема бы была и к вам вопросики, и с чем можно пойти к психологу в такой ситуации. Если вы все это видите и понимаете, что вас используют, говорите об этом, да, блин, что-то не очень, но мне так страшно его потерять. Или мне так хочется, чтобы меня любили. Или мне так хочется, чтобы мне давали внимание, чтобы хотя бы со мной спали. Или что-то такое. Или сама аура ощущения, что типа у меня есть отношения. Вот это история нездоровая. Вот это уже что-то такое. Типа, когда тебе не нравится, не по твоему желанию, а ты продолжаешь кушать кактус, колоться и мучиться. Вот это нездоровая история. Соответственно, у вас все в порядке. Мы просто должны сейчас, ваша задача, сделать правильные выборы, ой, сделать правильные выводы в этой ситуации. Обязательно для себя поймите свои ощущения, чувства, которые вы переживали в этой, скажем так, в этих отношениях. В следующий раз, когда у вас попадется какой-то партнер или возможность с отношений, вы просто этот опыт учтите. О, у меня такое было. Соответственно, я к себе в следующий раз просто домой не зову. Пусть как хочешь, так и выкручится из этой ситуации. Если мне редко приходится смс-ка раз в неделю, как твои дела, повод насторожиться, значит, человек во мне не очень заинтересован или заинтересован только в одном. Вот это те выводы, которые, точнее, красные флажки на будущее отношения, которые вам нужно вынести из этих. Просто я проверила, окей, опытным путем убедилась, так вот, например, не надо ли это так, плохо или еще что-то. В следующий раз просто не повторяем. Все, ничего, трагедии, ужасного не произошло. Самое главное, не скатывайтесь в самобичевание, в вину себя, в стыд какой-то. Не-не-не-не, это просто опыт. Теперь я знаю, как не должно быть. Все, опыт получил, все в порядке, живем дальше. Все, трагедии на самом деле никакой нет. У вас все произошло нормально. Так бывает. Главное вовремя остановиться. Вы остановились вовремя. Вы проверили, сделали выводы, задали себе вопросы, поняли, что мне так не нравится. И грамотно, хорошо поставили точку. Вот и все. Одно скажу, что он ради этого удовольствия может сейчас как-то лезть, пытаться обратно что-то обещать. Не верьте этому парню. У него было 4 месяца себя проявить. Если сейчас будет что-то серьезное обещать или как-то оправдываться. 4 месяца, чувак. 4 месяца – это не маленький срок показать, что у тебя все серьезно. Сводить на свидание, провести со мной выходные и в конце концов покататься на этих чертовых великах можно было. Ты этим не воспользовался. И то, что ты сейчас обещаешь мне что-то – это лишь замануха такая для того, чтобы я опять с тобой спала на самом деле. Чтобы тебе было удобно и закрывать твою потребность. Учитывая, что вас, автор письма, ваших потребностей не закрываются им. Соответственно, нафига вам не нужен? Пишите ваши комментарии под видео. Автор письма этого очень сильно хотела и просила. Поэтому в инфобоксе есть почта. Кто хочет также прислать свою историю от анонима, пишите. Тема письма – история от анонима. Я вам дам видео от вариантов ответа на вашу историю. Либо второй вариант – это индивидуальная консультация психологическая со мной в WhatsApp, по видео или в Skype. Тоже пишите. Тема письма – консультация, если вам это нужно. До новых встреч. Скоро увидимся. Всем пока.